В Беларуси планируют создать совместное с Китаем производство лекарств. Обсуждаются и поставки различных препаратов. С апреля 2020-го Поднебесная оказала нашей стране безвозмездную помощь на 30 миллионов. КНР поставила средства индивидуальной защиты, лечебное и диагностическое оборудование. Особую роль в период пандемии сыграла вакцина. Было передано почти 5 миллионов доз. Зарплаты бюджетников вырастут на 16%. Изменения коснутся таких отраслей, как здравоохранение, образование, культура, спорт и соцобслуживание. На эти цели предусмотрено выделение 15 миллиардов 600 миллионов рублей. В стране сделано многое для достойной оплаты труда. С 1 января увеличилась и базовая ставка. В дальнейшем республиканский бюджет сохранит свою социальную направленность. Беларусь в 2023-м экспортирует сельхозпродукцию на 8,5 миллиардов долларов. Экономика страны не стоит на месте. Ежегодно открывается 7-8 новых рынков сбыта. Интерес сейчас к африканскому континенту, государствам Азии и Ближнего Востока, странам Дальней Дуги. При этом основной партнер – Россия. Соседям уходит около 70% всего экспорта аграрной продукции. Свыше 13 тысяч белорусов заключили договор на добровольную накопительную пенсию со страховой компанией «Стравита». Программа действует с октября 2022-го. Преимущество системы в том, что по достижению почтенного возраста человек сможет получать дополнительные выплаты в течение 5 или 10 лет. Чем раньше работник начнет копить на будущее, тем выше станет ежемесячная прибавка. В Бобруйске приступили к сборке нового моста через Березину. Путепровод заменит Старый Титовский. Строительством занимаются сотрудники Треста «Мостострой». Металлоконструкции пролетного строения поставляет завод «Протос». Напомним, это инвестиционный проект, который ведется в рамках реализации государственной программы «Дороги Беларуси» на 2021-2025. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова